На аппаратах происходит процесс прорашивания, определения всхожести. Так началась экскурсия для студентов Матичинского филиала МГТУ имени Баумана в офисе Рослесозащиты в Пушкино. Это лесосеменная станция. Здесь проверяют семена отобранного среднего образца. Специалисты смотрят соотношение чистых семян к весу примесей, определяют их пассивные качества, степень прорастания и всхожести, а после проводят экспертизы. Все это необходимо для определения класса качества семян, чтобы понимать, какая партия будет оптимальной для высадки. Эти экскурсии у нас проводятся на постоянной основе. Цель одна. Во-первых, мы завлекаем сюда потенциальных наших работников, которые рассказывают про свою работу и престиж нашего лесного хозяйства должны как-то поднимать, скажут, что у нас происходит, как происходит. У нас много интересного. Поэтому студентам показывают отделы, где в будущем они могут работать. Наибольший интерес у первокурсников вызвала лаборатория, где проводятся ДНК-исследования. Тут определяют происхождение древесины, генетическое сходство между партиями семян и выявляют у сенецов наличие вирусов, бактерий и грибов, которые могут стать причиной болезни растений. Студенты могли увидеть, каким образом выделяются из хвои и коры молекулы ДНК и как она в итоге выглядит. Ну возьмите руки, она будет плавать. А это федеральный фонд семян, единственный в нашей стране. Здесь хранится порядка 17 тонн семян основных лесообразующих пород. Они тут могут находиться порядка 25 или 30 лет. Все благодаря тому, что здесь поддерживается постоянная температура минус 18 градусов. А сами семена хранятся в герметичной упаковке. В урожайные сезоны в разных регионах закупаются лучшие семена ели, сосны и лиственницы первого класса качества. Именно они хранятся в фонде и регулярно выделяются регионам для плановой посадки леса. Отдельно поговорили о вредителях. И вот один из представителей. В лаборатории защиты леса и экспедиционных работ студенты увидели под микроскопом короеда-типографа. Также молодым людям показали болезни леса на ветках кори и листьях. И даже коллекцию насекомых и грибов, которые поражают деревья. О, было просто прекрасно. Было очень много интересных мест, всякие лаборатории. И все так интересно рассказывали. Просто прекраснейшие работники, которые здесь есть. Прекрасные просто все. Я даже невозможно никого подделить одного. Очень-очень все прекрасно. И я надеюсь, что когда-нибудь я присоединюсь к этому коллективу. И мы вместе с ним тут работаем. Кого-то эта экскурсия вдохновила на прохождение здесь практики. Самые заинтересованные смогут и дипломную работу написать на базе организации. Главное, что студенты поняли, насколько разноплановая и интересная работа в Российском центре защиты леса. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа.